так добрый день дорогие друзья но не дмитрий черепащук обзор рынка даже на пятницу конец февраля скажем честно я конечно не могу говорить да за всю картину там америка я посмотрю конечно но не торгую поэтому активно не могу сказать что что по ней но россия на этой неделе торговалась не очень скажем рынок не баловал над движениями да было разнонаправленность и туда-то сюда непонятно было доллар рубль удерживали нефть вроде бы вверх идет рубль тем не менее не укреплялся поэтому разнонаправленно и только вот сейчас под пятницу немножко вырисовывается картина сейчас с вами посмотрим да что интересного есть что можно рассматривать на понедельник поэтому давайте приступим сразу к обзору я надеюсь видно слышно все хорошо поехали поехали с золото очень хорошо золото смотрится вот я не ожидал конечно же так пойдут вот именно слили нас вообще замечательно до уровня 1788 до дошли если вы чуть-чуть подкорректировать где-то 86 здесь зона да вот смотрите закрылись мы ниже откуда делали хорошее движение до лонговая закрылись ниже уже третий бар закрывать это дневной график закрывается ниже и я бы сегодня смотрят вчера видите распилили я хотел заходить хотел заходить меня смутило то что мы открылись наверх если помните на прошлых обзорах я говорил что вот золото такой капризный инструмента и его лучше вот по тренду торговать открылся он вниз торгуем вниз открылся вверх если он даже смотрится вниз да по тренду тогда лучше этот день не торговать но вот если он он хорошо ходит по движению вот если взял он набрал какой-то тренда вон там с откатами совсем но он все равно идет вверх то есть его можно долго срок подержать точно также и вниз да если он набрал какую-то силу если взять глобально да то он так поступательно с откатами конечно это рынок не может быть по-другому но он идет планомерно поэтому золото вот если оно смотрится вниз да если тренд вниз все открытие вверх против а лучше этот день упустить не нужно торговать сразу в лонда или я говорю шоке и вот это вчера меня и смутило да потом уже под вечер видите вынесли всех этот уровень у нас это пятиминутный график он пришел у нас с истории с 4 еще числа на февраль вот пробили хорошо все на объеме откатились про ретест но ретест был некрасивый честно здесь стоп можно было поставить конечно за вот эту базу да это вот вчера день открылся я вам покажу вот это все движение потом бы под вечер вынесли и пошли то есть как видите постфактум уже все мы умные но тем не менее можно было сказать и здесь зайти и после этого ложного но это уже была почти вечерняя сессия здесь как таковых объемов нету поэтому рассчитывать на хорошее движение не стоит ближе к сути если ближе к сути смотреть золото на шорт пробили все уровни поддержки до которые возможны и вот здесь еще есть хвостатый до такой уровень 75 8 вот если закрепляется ниже него тогда у нас есть вообще потенциал там вплоть до 1 703 да здесь сети очень много ход открыт прошу пошли не заговорить открыт ход до вплоть до 1 703 еще хотел бы рассмотреть евро доллар евро доллар мы с вами рассматривали на прошлой неделе шор да не сумели мы закрепиться вышли выше якобы открывалась цель у нас клангам но все равно нас задавили пытались до опять пойти ниже и опять сегодня выкупаетесь под конец недели все равно старается закрыть недельную свечу выше этой проторговки как бы ни было да есть там технический анализ нету но мы видим что цену но не пускает ниже не пускают откаты все пытается давить давить но покупатель какой-то находится который выдавливает каждый раз цену ниже поэтому значит это что принт уровень у нас остается да то есть никуда он не сместился у нас все мы правильно определили да то что цена действительно интересно дать для покупателя и здесь происходит борьба за эту цену это указывает на силу мы же ждем кто победит да кто победит в этой схватке пока побеждает все таки покупатель то есть мы закрываемся выше уровня и поэтому я бы смотрел евро доллар все таки на ланге да посмотреть выше этого уровня 1.2091 на мелком более масштабе тоже он очень хорошо просматривается это часовик видите он у нас был еще 20 января потом тестировался 27 вот 9 февраля после этого 12 то есть каждый раз мы возле этого цена гуляет да кто торгует уровне зоны не суть важно главное что цена интересная да для одного и для второго игрока поэтому смотрим за евро долларом и так же я хотел бы отметить кто торгует россию очень интересно смотрится евро рубль смотрите тоже картина идеальный канал да кто торгует по технике думаю согласиться со мной очень красивый канал мы его пробиваем но никак не можем пойти ниже то есть импульса нет мы пробиваем но стоим стоим и каждый раз кто-то удерживает удержит и опять же под конец недели ведь и закрываемся выше поэтому смотрите тоже пристально на следующей неделе за евро рубль инструментом очень может хорошо сходить если мы еще пару свечей постоим да и увидим что действительно побеждает покупатель я думаю что мы увидим хорошее движение обратно же наверх если же нас все-таки задавят да вот мы пойдем естественно до следующего сопротивления здесь еще контракт не расторгован то есть нужно будет смотреть уже какие будут формироваться у нас уровни по текущему дню да ты сформировался как вот например было у нас на этой неделе вернее даже на прошлой да у нас был какой-то уровень вот мы стояли 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 я думаю что да действительно удерживает такую зону просто там стояли с восьмого числа по 11 то есть большое накопление выход выше на задавили сейчас видите ниже вышли то есть уже и не могу брать этот уровень во внимание потому что есть уровень который уже сформировался ниже его тоже удерживают уже с 15 сегодня 19 число то есть по 19 тоже его поэтому уровне всегда смещается видите представляет крупный игрок свои лимитные заявки след за ним мы движемся как маленькие трейдеры да как маленький капитал вот мы следуем всегда за крупным капиталом чтобы откусить у него какую-то часть его прибыли что касается еще что и что 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 я хотел показать я хотел показать серебро пока не интересно да смотрится вот чем интересно серебро это в долгосрочный объясню почему потому что если вы увидите я сейчас переключу смотрите золото это дневной график и смотрите серебро опять золото и серебро видно да что серебро сильнее то есть когда падает золото серебро удерживает естественно что если кто-то удерживает кому-то интересно чтобы этот инструмент пошел выше если бы инструменты хотели задавить его уже давным давно задавили потому что она входила вслед за золотом да сейчас она не Отвязалась И стоит более лонгого чем золото Поэтому смотрите серебро Как только сменится трек на золоте Если нас удержит Этот уровень Эту зону Вот 17.86 И будет какое-то закрепление длительное Что покажет нам и есть силу покупателя То конечно первым будет идти Не золото, а будет идти серебро Потому что оно и так уже было сильное Поэтому когда сильный рынок Нужно торговать инструменты Которые еще более сильны Если слабый рынок Мы всегда идем к упрощению Если рынок слабый Мы ищем настолько слабые инструменты Чтобы они еще быстрее шли чем рынок Точно так же и на бычьем рынке Или на лонговом Если есть сильный рынок Мы смотрим акции которые еще сильнее Чтобы можно было в них С большей вероятностью заработать Потому что если они стояли на плохом рынке Уверенно То когда будет растущий рынок Они естественно будут показывать хорошую динамику Поэтому это все идеи На текущую неделю Надеюсь вам было полезно Это все что я хотел сказать Поэтому хороших вам выходных И главное не болейте Всего доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!